Я уже начал. Итак, поскольку настоящий момент является одновременно и прошлым, и будущим, прошлым относительно будущего, и будущим относительно прошлого, настоящий момент ничем не отличается от будущих или прошлых моментов в принципе. Но наши точки обзора бывают разные. И мы можем иметь что-то к настоящему моменту, иметь что-то к прошлому, иметь что-то к будущему. Вы заметили? Слово иметь не меняется, потому что оно вообще не во времени. Мы имеем к настоящему, имели к прошлому, и поимеем что-то сделанное, может быть, к будущему, да? К будущему. Главное иметь сделанное это только by the moment, к моменту. To have done by the moment, to have done by now, to have done by the moment in the future, or to have done by the moment in the past. Иметь сделанное в момент прошлого. Третье. Мы можем иметь потенциальные действия. Мы можем иметь действия, которых еще не совершили. Я имею, я имею, а что же я имею? Допустим, эта коробка, еще не распечатанная, коробка с какими-то действиями. Ну, допустим, это быстрый монтаж, и я имею сделать дыру сильнее для того, чтобы повесить картину. То есть, I have to drill a hole in the wall. Мне надо что-то сделать, да? I have. Я имею какой-то груз, еще пока не распечатанного действия. А на нем мы напишем, I have. Ну, например, to do. Это наше потенциальное действие. Его еще никто не открывал. Я имею такую штуку под названием to do. У меня потенциальное действие. Я еще не открыл его и не поставил на линию времени. У меня есть потенциал to do. У меня есть какое-то предполагаемое действие, которое вообще может в жизни совершиться. Я имею еще, пока что, возможность to do. Сделать to. Видите, здесь to. У него еще пока направление. Мы еще должны приблизиться к этой машине на обочине, занять место за ровом, и тогда уже поставить ее на линию времени. И вот что получается. I have to do. Я имею вещь какую-то под названием сделать. Мы не говорим, я имею какую-то вещь под названием сделать. Мы не говорим, я имею необходимость сделать. Хотя мы можем так сказать. А по-английски это будет я имею сделать. Помните, в старых русских романах говорили? Я имею сказать вам сэр, я имею сказать вам сударь, и так далее. Итак, иметь мы сейчас не будем располагать на прямой настоящего прошлого и будущего. Мы возьмем общее потенциальное иметь. To have, иметь вот такое вот в квадратные скобки. Я его возьму, конечно, я его не беру в квадратные скобки, но в квадратные скобки, но тем не менее. To have to do. Это действие мы можем, в принципе, заменить и на to be. I have to be there in a couple of hours. Мне надо быть там. Я имею такой груз быть там. Я имею такой груз сделать что-то. I have to do my work each day. Мне надо поговорить с вами. I have to talk to you. В принципе, мы можем, конечно, сказать I need to talk to you. Но тогда мы будем проявлять такую вот нужду. И есть такое понятие needy people. Нуждающиеся люди. Англичане, американские, австралиицы предпочитают мне быть нуждающимися особо. И поэтому они говорят мне не нужно. Нужда мне такая. А мне надо. I have to do. I have to be. И даже I have to have. I have to have my lessons properly conducted. И не надо иметь мои уроки конкретно, ну как бы properly, должным образом проведенными. То есть, в принципе, колпачки прыгают, но это хорошо. Значит, все у нас вертится. Шестеренки крутятся. Итак, у нас есть 3D-донолития. To have something. To have an apple. To have a lamp. To have a whiteboard. To have a couple of markers. Markers. Well, to have a picture on the wall. Or to have this room and so on. To have a family. To have life and so on. To have something. To have done. I have done something by now. I had done something by 5 o'clock yesterday. I will have done something by the moment in the future. By midnight. I will have called you by midnight. Я уже позвоню вам к полуночи. Я буду иметь уже вызванными вас полуночи. I will have called you by midnight. And so on. So, to have something. To have done. To have to do. Well, I have a potential action. I have just... I have to go. I have to go. I have to go. I have to go to my computer and send you another lesson of English. Another lesson of English to be accomplished. I mean... I will send you a task. Я пошлю вам задание. An assignment. An assignment to be accomplished. Задание быть выполненным. I will send you an assignment to be accomplished. Alright. That's all for today. It's been Oleg with you. And see you next day. Bye-bye. 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 Продолжение следует...